МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости. Здравствуйте! Сегодня в программе. Впервые казахстанцы отмечают День Благодарности. Аким Карагандинской области посетил семьи выпускников детских домов. За что они остались благодарными, вы узнаете сегодня. Аким города Нурлана Убакиров дал старт мероприятиям к 25-летию независимости республики. Около миллиарда тенге легализовано в сентябре в Карагандинской области. Аким области не с пустыми руками посетил семьи воспитанников детских домов. Визит приурочен ко Дню Благодарности, который в Казахстане отмечают впервые. Как прошли встречи, вы узнаете в следующем сюжете. Думаю, что этот праздник найдет свой достойный месяц в нашем народе. В честь Дня Благодарности Аким области Нурмухамбет Абдибеков отправился в гости к двум семьям выпускников детских домов Карагандинского региона. Валентина Ильина – выпускница детского дома Куланшак. Вместе с мужем она воспитывает двух мальчиков. Аким области каждому подарил желанный подарок. «Хотели бы поблагодарить за визит Акима к нам в гости. Мы готовились к этому дню. И очень хорошо, что сделали такой замечательный день благодарения, так как это очень важный праздник на сегодняшний день, чтобы люди могли друг друга благодарить. В данный момент у нас есть за что благодарить. Такую шикарную квартиру нам выдали». Эльмира Сабетова вместе с мужем – выпускники пионерского детского дома. Их семья взяла на попечение двоих племянников – трехлетнюю девочку и годовалого мальчика. Глава региона поздравил семью с Днем Благодарности и с наступающим 8 марта, после чего вручил подарки – цветы, коньки, рюкзаки с игрушками и велосипеды. «Давай, садись на велосипеде. Умеешь на велосипеде кататься?» «Да». «А ну-ка, давай, покажи, как умеешь. Ирандартуру». «Так, так, 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 ой, молодец, молодец. Ну, давай, да, начнем, давай катать». Помимо этих двух семей, представители управления по вопросам молодежной политики и областного молодежного ресурсного центра побывали еще в десяти. Все мероприятия в День Благодарности направлены на укрепление единства и согласия казахстанского народа, воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Екатерина Афанасьева, Александр Циркидзе, Первый Карагандинский. 39 автомашин областной станции скорой помощи переведены на газовое топливо. Это позволит сэкономить около 200 тысяч тенге только с одной кареты. Энергосбережение – необходимая мера, подчеркнула Кима области Нурмухамбет Абдебеков. Глава региона провел совещание, посвященное вопросам повышения энергоэффективности. Добиться малого расхода электроэнергии можно, лишь заменив старое оборудование на новое. Именно так уже поступают продвинутые компании. Благодаря этому в прошлом году промышленным предприятиям удалось сберечь более 21 миллиона киловатт. С 2015 года в Караганде реализуется проект повышения энергоэффективности пяти школ. На сегодня подрядная организация, которая объявлена Институтом связок энергоэкспертиза, проводится энергоэффективность изданий и уже со второй половины текущего года приступит к проведению мероприятий по энергосбережению. На электросбережение области в прошлом году было выделено более 1 миллиарда тенге. Большая часть денег была потрачена на обслуживание и замену ламп уличного освещения, термомодернизацию фасадов зданий, установку пластиковых стеклопакетов, а также замену систем теплоснабжения и котлов АСО. В госучреждениях удалось сэкономить 2500 киловатт в час, что около 30 миллионов тенге. На сегодняшний день в области функционируют три энергоисточника, а до 2017 года к международной выставке Экспо-2017 в области планируется ввести в эксплуатацию две ветровые и две солнечные электростанции. В текущем году на энергосбережение бюджетных организаций выделено более 740 миллиона тенге. Аймамлина Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. На заседании общественного совета Акимобластин Румухаммед Абдебеков выступил со своим первым отчетом. Глава региона рассказал об итогах социально-экономического развития области за 2015 год и задачах на 2016. По итогам прошлого года в области обеспечен экономический рост на 1,8%. Валовый региональный продукт составил порядка 3 триллионов тенге. В основной капитал инвестировано 355 миллиардов тенге, из них 24% – обрабатывающую промышленность. В рамках карты индустриализации в 2015 году реализованы 10 проектов на сумму 19 миллиардов тенге. Создано около 650 рабочих мест. Нурмухаммед Абдебеков также рассказал о проводимой работе по сдерживанию инфляционных процессов. А также подробно остановился на актуальных вопросах жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения и других не менее важных социально-экономических направлениях. Введение института общественных советов – это значный шаг, направленный на реализацию государственной политики по формированию, подотчетное население государства, обеспечение широкого участия некоммерческих общественных организаций и граждан в мяте решений государственными органами всех органов. В целом, в Карагандинском регионе в органах казначейства открыты 202 контрольных счета наличности местного самоуправления. При этом за процессом формирования и использования собственных доходных источников осуществляется государственный и общественный контроль. На сегодняшний день использованные средства были направлены на освещение улиц, очистки ливневых каналов, на ремонт объектов коммунальной собственности, приобретение мебели для детского сада и многое другое. Надо отметить, что с введением в действие закона Республики Казахстан об общественных советах начата практическая работа по выполнению плана нации в 100 конкретных шагах. Учитывая задачи и требования, которые поставлены в плане нации, в стратегических документах страны перед властью, считаю, что только совместная конструктивная работа по взаимодействию государственных органов и общественных советов будут способствовать обоснованному принятию всесторонних заработанных решений. Глава региона подчеркнул, что в 202 населенных пунктах области проведены более полутора тысяч раздельных сходов населения, где избраны около 11 тысяч представителей в местное сообщество. В завершении выступления Нурмухамбет Абдебеков подчеркнул, что работа по реализации задач, поставленных президентом страны, будет продолжена. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Впервые в Караганде. Выставка экзотических животных. Ежедневно с 3 марта по 2 мая. Торговый центр «Сити Молл». Третий этаж. Год вновь юбилейный. 25-летие независимости республики – один из самых значимых праздников для казахстанцев. В Карагандинском государственном университете имени Евния Букетова прошло первое мероприятие, посвященное этому дню. Лариса Хусаинова с подробностями. В стенах Дворца культуры студентов Карагандинского государственного университета имени Букетова было весело и многолюдно. На сцене выступали танцевальные и вокальные коллективы вуза. Молодежь создала праздничную атмосферу для всех присутствующих. Главными зрителями стали Аким города Караганды Нурлан Аубакиров, его заместитель Ирина Любарская и ректор вуза Еркин Кубеев. Уважаемые присутствующие, сегодня мы даем старт коду 25-летия независимости республики Казахстан. Юбилейный год начал новый отсчет времени и положил начало грандиозным планам, делам, мероприятиям, знаменующим веки проданного пути. Все позитивные изменения, происходящие в стране, это часть истории суверенного Казахстана. На сцене выступали не только студенты. Школьники, юные жасулановцы тоже присоединились к поздравлениям и подарили песню о своей любимой стране. Основными инициаторами этой идеи является Центр по работе с молодежью города Караганды. Именно праздничную программу полностью предоставляет Карагандский государственный университет имени Академика Букетова. Именно наши студенты, наши народные клубы, наши кружки. Каждый год в День независимости по всей стране устраивают крупные мероприятия. 16 декабря 1991 года появилось новое государство – Республика Казахстан. За 25 лет наша страна вошла в число 50 конкурентоспособных стран мира. Казахстан является одной из ключевых стран Евразии и членом 70 международных организаций. За это время наша республика достигла больших успехов. В текущем году, согласно принятому плану, будут проводиться различные мероприятия, направленные на все группы населения. И в том числе особый акцент будет делаться на молодежь. Потому что будущее, как говорится, в руках молодежи. Все эти принятые программные документы реализуют именно их. Преподаватели, студенты и гости праздника остались довольны концертом. Впереди горожан ждут еще много значимых мероприятий, посвященных независимости Республики Казахстан. Лариса Хусынова, Рустам Беков, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Призер чемпионата мира подзюдо признался в совершении пяти разбойных нападений. Задержанный вместе со своим подельником грабил букмекерские конторы и ломбарды. Они врывались в помещения в медицинских масках, пугая кассиров игрушечным пистолетом, забирали деньги. Грабители совершали разбойные нападения в светлое время суток. Схема ограблений всегда была одна и та же. Молодые люди забегали в офис в медицинских масках и отбирали деньги у кассиров. Сейчас оба налетчика задержаны. Призер чемпионата мира подзюдо задержан в Астане. Его 27-летний подельник в Темиртау. Оба задержаны уже дали признательные показания в совершении пяти разбойных нападений. Вещественные доказательства изымаются. Проявляется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области. На данный момент задержанный водворенный изолятор временного содержания проводится досудебное расследование. Продолжаем выпуск. Сейчас государство дает возможность абсолютно свободно и бесплатно перевести в законный оборот любые средства. Позволяет узаконить свои ценные бумаги и доли участия в уставном капитале компании. Движимое и недвижимое имущество. Кардинально упростилась процедура легализации денег. Теперь это можно сделать двумя способами. Первый – показать их через банковские счета и использовать на любые свои нужны. Например, вкладывать в бизнес, купить недвижимость или просто обналичить. Это будет производиться без 10-процентного сбора. Второй – в заявительной форме, не показывая их на банковских счетах. При этом уплачивается в бюджет 10-процентный сбор. С начала проведения акции, то есть 1 сентября 2014 года, в комиссию по Акимату города Тимиртау поступило 91 заявление от налогоплательщиков. В том числе 36 заявлений рассмотрено и стоимость объектов составила 311 миллионов тенге. Никто не имеет права распространять информацию о легализации третьим лицам. Это налоговая и банковская тайна. В городе Тимиртау с начала акции осуществляется массовая разъяснительная работа среди налогоплательщиков. Размещаются видеоролики и бегущая строка на местных телеканалах. Расклеиваются объявления в общественном транспорте. Разработаны объявления листовки и размещены в общественном транспорте города. Также подана заявка для участия управления в Акимате города в брифинге со СМИ. Также у нас проводятся семинары, совещания с налогоплательщиками. Мы ходим по торговым домам, которые у нас в графике существуют. При этом, помимо разъяснения налогового законодательства, мы обязательно ставим вопрос о легализации имущества. То есть люди интересуются, консультируем, куда можно обратиться и куда подать заявление. Главная цель легализации – сократить ценевой сектор экономики и направить узаконенные средства на развитие страны. А сердце Замбаева, Исламбек Успан, Александр Царикидзе, Первый Карагандзинский. Поэтический вечер состоялся в стенах гимназии номер 92 Караганды. Ученики четвертого класса прочитали стихи казахского советского поэта Мухагали Махатаева, а также собственные сочинения. Зрителям удалось окунуться в мир поэзии, почувствовать всю прелесть классического чтения. Ребята немного оробели, но все же старались как можно выразительнее передать характер произведений великого автора. После того, как все стихи были прочтены, учащиеся показали отрывок одного из популярных произведений поэта – Акулар Юхтаганда. Ученики к подготовке номера подошли ответственно, надели театральные костюмы и даже сделали сценический грим. Все было как наяву – смелые действия и громкие фразы. Они играли, будто настоящие мастера большой сцены. Педагоги школы уверены, что подобных мероприятий должно быть как можно больше. Они способствуют культурному развитию детей. Каждый классный час мы даем детям темы для подготовки. Ребята пишут сочинения, стихи, доклады, иногда ставят небольшие постановки. Все это воспитывает в нынешнем подрастающем поколении тягу к познанию культуры своего народа. Ученики узнают о семейных ценностях, об истории своих предков именно через литературу. Я уверена, что в будущем мои ученики станут достойными людьми. И последнее. 1 марта – День Благодарности. Как возник этот праздник? В связи с чем его решили отмечать в республике? На эти и другие вопросы школьники получали ответы во время специального урока. О том, как и где прошел урок поэтики, расскажет Екатерина Фанасьева. В стенах областного музея изобразительного искусства прошла встреча преподавателей с учениками 6-х классов. Учащимся рассказали о новом празднике в стране – Дне Благодарности. Вспомнили о том, как казахский народ принимал всех без исключения во время войны. И как народы отблагодарили местное население. Поделились также и советами, как следует вести себя в обществе. Данное мероприятие мы проводим, естественно, чтобы научить детей просто быть благодарными. Мне кажется, в наше время даже, наверное, некоторая молодежь даже уже забывает сказать спасибо, забывает ставить место, уступить старшим, забывает какое-то почтение оказать взрослым. Поэтому это, конечно, очень-очень актуальная, вообще очень актуальная тема. Посетители урока «Этики» узнали для себя много нового и остались довольны. Конечно, о том, что нужно уступать места пожилым людям, дети слышали и ранее. А вот как следует входить и выходить из автобуса, узнали лишь на встрече. Полине 12 лет. Девочка считает, что такие мероприятия расширяют кругозор и помогают не попадать в неловкие ситуации. Мне особенно нравится то, как рассказывают про этикет, очень полезное для учеников. В музее представлены выставки из фондов. Тема весны в изобразительном искусстве и посвященная Международному женскому дню. Посетители могут насладиться произведениями живописи, скульптуры и графики казахстанских художников и стран СНГ. Екатерина Афанасьева, Рустамбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин